Дим, наверное, мы должны у тебя спросить по поводу твоего участия, так сказать, в Евровидении как члена жюри. Я никогда не принимал участия в жюри, в общем, ни на каких конкурсах, и тут вот меня пригласили посидеть. Ну, достаточно интересно было, мне понравилось. У меня было два фаворита, если честно, у меня была Зена и был Мирекс, темнокожий парень. Вот, я для них специально заготовил свои десятки, ну, а как получилось, вот, все мы знаем. Ну, одно из твоих предсказаний, короче, сбылось. Ну, как бы, да, 50 на 50. Говорят, что после вашего заседания в жюри, Дмитрий, вы сказали, что сами бы еще раз, может быть, и махнули, агей? Ну, когда посидишь в жюри, всегда хочется на сцену. Все, кто сидят в жюри, знают, если они артисты, то как бы не хочется. Ну, и как бы хочется вырваться, показать, как надо, а вот нет. По какому поводу-то бигборд стоит в городе? Бигборд стоит по поводу того, что 19 марта, это во вторник уже, в ближайший, состоится концерт в Каза-Минск в 19.00. Всех приглашаю, будут новые песни, ну, и, конечно, старые уже. Ну, судя из того, что ты приехал так загодя, можно сделать вывод, что ты очень волнуешься? Я волнуюсь, очень боюсь летать, поэтому приехал на велосипеде пешком, подготовиться морально сюда. Ну, и прийти к вам, конечно же, чтобы рассказать о том, что будет концерт. Вот настоящие артисты всегда заранее. Юрий Михайлович Антонов всегда заранее приезжает к площадку посмотреть, пощупать, потрогать и так далее. Нет, ну, серьезно, музыканты, вот это все репетиции, вот это все происходит, или будет одинокий парень у микрофона и будет там грусти? Нет, обязательно живой звук мы репетируем, вот как раз эти дни посвящаем этому, поэтому будет очень громко и качественно. Еще один вопрос. Наша постоянная слушательница Таиса М. спрашивает. Дмитрий, какие вы цветы любите и в каком количестве, сколько цветов в букете должно быть, чтобы вам так сказать? Было, было, было приятно принимать. В всяком случае, не меньше одного и лучше больше двух такие букеты. А что касается вида цветов, то абсолютно любые, главное, чтобы от души. Нет, ну серьезно, кроме цветов же дарили что-нибудь такое, съедобное, несъедобное? Да, в основном шоколадки дарят, иногда дарили колбасу еще сырокопченую. Сушку деньги-то такой, что у вас ударят шоколадки, куда? В нашей стране. Колбасу выносят просто, я ее не успеваю забрать. Ну иногда же все со сцены не унесешь, она остается, видимо они обратно забирают. А у нас, я заметил, всегда выносят, показывают и уносят, что в руки не дают. Не оставляют, но в основном шоколад, я вот просто, если кто-то придет, пожалуйста, не несите шоколад, у меня его очень много осталось в прошлый раз. Дим, заинтригуй наших зрителей, твоих потенциальных зрителей, которые придут на концерт. Вот чем-нибудь таким, что будет на концерте, на что они должны будут обратить особое внимание? Ну знаете что, я просто решил, что мне достаточно уже грустить, потому что большинство моих песен, они такие достаточно лиричные, грустные, такие с каким-то печальным исходом. Вот, и я решил, что вот предстоящий альбом, несколько песен из них, из этого альбома мы сыграем обязательно на концерте, он будет более жизнеутверждающим, более танцевальным, где-то местами даже с элементами Трофикал Хаус. То есть, поэтому, то есть, это будет такое, э-э-э, опа. Я переведу для тех, я мне переведу женщинам, которые не могут осмыслить сложно сочиненное предложение. Девочки, берем чешки, да, на концерт? Или, чтобы переодеться, можно было. Ломаем каблучье. Каблучье, каблучье. Каблучье. Запомни, это слово оттуда. Это, кстати, я у Малышева услышал. Да, на программе. Да. Как вы близки со своим зрителем? Конечно. Старушка жжет, можно сказать. Дмитрий, наша программа сегодня по имени вашего концерта посвящена сериалам. Мы тут обсуждаем, как много времени мы проводим вообще за просмотром этого нужного или ненужного. Смотрите ли вы сериал? Иногда бывает. На какую тему? Ну, мне нравится в основном, где много мордобоя. Ой, хорошо. Настоящая мужская мочила. Очень мило. Ну, разные сериалы. То есть, вот, из последнего, наверное, из того, что многие могли посмотреть, это сериал «Викинги». Я очень люблю, как там режут. Режут мясо мужики, да? На обед, на ужин и за завтраком. Добро, мальчики. Я знаю, что вы про добро. Да, конечно, про добро. Добро всегда должно быть у хороших, как бы, сильных мужчин, правильно? Конечно. Много добра должно быть. Отбирает добро у слабых. Это уже известный факт. Тогда еще раз предложу вам, Дмитрий, пригласить всех наших зрителей и ваших тоже зрителей на концерт. И пока утро еще не закончилось, ничем кровожадным мы будем с вами прощаться. Спасибо большое. Желаю всем хорошего дня, хорошей пятницы. Приглашаю всех на свой концерт в Казай-Минск 19 марта в 19.00. Будет весело и громко. И опа!